Дорогие друзья, утро добрый или день добрый, кто в каком часовом поясе находится. И наш очередной вебинар сегодня с нашими коллегами, друзьями, экспертами компаний Windham Grand Batumigonio и European Village будет посвящен, ну, с одной стороны, вроде как довольно понятной, а с другой стороны, немного необычной теме. Дело в том, что мы будем говорить об инвестициях, это понятно, но мы будем говорить и о теории, и о практике инвестирования. То есть у нас, безусловно, будут конкретные примеры, будут реальные решения, и при этом мы поговорим в общем, поскольку инвестиции любые требуют определенных знаний, определенной глубины, определенного понимания вообще происходящего. И, к сожалению, это как раз та сфера, где очень трудно, вернее, очень легко поступить неправильно, поскольку своих денег терять не хочет никто. И, естественно, знать об этом нужно не только в тот момент, когда вы начинаете что-то куда-то вкладывать. Итак, я с удовольствием представляю своих собеседников. Наталья Сорока, топ-менеджер Windham Grand Batumigonio и European Village. Наталья, здравствуйте. Добрый день, добрый день. И Владимир Ларионов, тоже менеджер Windham Grand Batumigonio и European Village. Да, всем добрый день, Филипп, спасибо. Здравствуйте. Итак, у нас традиционно работает чат. В чате мы сразу, я думаю, сейчас опубликуем и контакты компании, наших экспертов сегодня, и специальная ссылочка будет у нас на предложение, которое делают сегодня всем участникам вебинара наши эксперты, ну и, собственно, компания Windham Grand Batumigonio. Чуть подробнее об этом мы тоже потом расскажем. Ну, а сейчас, собственно, давайте знакомиться. Я знаю, что среди наших зрителей, среди тех, кто зарегистрировался на вебинар, есть те, кто уже знаком с нашими сегодняшними экспертами, но есть и люди, которые только начинают это знакомство. Поэтому, Наталья, Владимир, передаю вам слово, несколько слов и включим презентацию о том, кого вы представляете и что же такое Windham Grand Batumigonio и European Village. Друзья, еще раз всем добрый день. Рада вас приветствовать. Да, мы строительный холдинг European Village. Проект Windham Grand Batumigonio – это тот проект, который мы реализуем в Грузии, конкретно в Батуми. И мы являемся по совместительству компании European Village партнером и акционерам Windham Hotels & Resorts. Windham Hotels & Resorts – это международная отельная сеть, о которой мы сегодня немножко больше поговорим. Ну, давайте в двух словах, собственно, есть замечательные кадры, собственно, представляющие и Владимира, и Наталью. Но, собственно, я думаю, что динамическое общение, оно гораздо лучше, чем общение просто в кадре. Поэтому эти кадры давайте пропустим. И, собственно, как мы построим сегодня беседу? У нас заявлено изначально пять ошибок, которые могут совершать инвесторы. И, собственно, сначала мы каждую из этих ошибок обсудим более, скажем, теоретически, да, а потом уже поговорим, собственно, на конкретном примере, как ее не совершить, анализируя предложения от Windham Hotels & Resorts. Ну, начнем мы все-таки с общего такого вопроса, к нам зрители еще подключаются. Наталья, вот все-таки ваш взгляд. Насколько нужно быть специалистом? Насколько нужно разбираться в инвестициях для того, чтобы проверить, поскольку, ну, предложения, они очень разные, цифры, они очень разные. Вот достаточно, условно говоря, там, не быть дураком и иметь, скажем, там, высшее образование, или все-таки здесь есть какие-то такие дополнительные нюансы? Филипп, спасибо за вопрос. Вы знаете, я уже на практике поняла одну вещь, что на самом деле каждый участник, кто хочет приобрести какую-либо недвижимость, он может реализовать эту потребность самостоятельно. Но есть ряд нюансов, о которых он должен быть в курсе, которые он должен знать, он должен понимать, на какие реперные точки нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться. Но скажу вам, что да, это возможно без специального высшего образования, без многих лет учебы в этом направлении. Да, если вы знаете, на что обращать внимание, вы можете рассчитывать на свои силы. Окей. Ну, давайте тогда просто начнем с пункта 1. Я сразу включу тоже презентацию, соответствующий слайд. Это, собственно, первая ошибка или первый момент, который обязательно должен учитывать инвестор, когда к нему поступает какое-то конкретное предложение. Вот, по-моему, этот слайд у нас. Вот. Да, мы его так назвали стереотипы, что имеется в виду. Одной из важных, скажем так, и я бы сказала, наверное, самой распространенной ошибкой, которую допускают люди, которые хотят купить недвижимость, это тот факт, когда они пробуют свой какой-то опыт, сложившийся, возможно, когда-то, или какое-то свое общее мнение о недвижимости, применять на все рынки и на все типы недвижимости. Ну, к примеру, что я имею в виду сейчас, да, что работая с покупателями и с потенциальными покупателями, часто я слышу изначально ошибочный подход. То есть запрос, я хочу купить недвижимость под инвестиции, я хочу на ней зарабатывать, поэтому это должна быть какая-то квартира или апартаменты, я хочу посмотреть локацию, какой вид, ну, и при этом я хочу, конечно же, заплатить минимальную стоимость и таким образом, как бы, выиграть. Вот изначально подобный подход – это уже неправильный подход. И я думаю, что всегда нужно обращать внимание, во-первых, на какой-то локальный рынок, который вы уже выбрали, да, обращать внимание на его какие-то особенности, потому что каждый рынок имеет особенности. И для того, чтобы сегодня более конкретно объяснить разницу, да, я буду все-таки делать отсылку непосредственно к Батуми, к грузинскому рынку и к проекту, который мы реализуем и ошибки которого мы, собственно, исправили изначально до начала. Окей, давайте посмотрим, ну, то есть правильно ли я услышал вас, что, ну, с одной стороны, это, наверное, теория инвестирования, но вот нельзя заранее говорить, что там более интересный для инвестиций новый проект или, наоборот, не новый, уникальный или не уникальный, дорогой или дешевый. То есть вот или все-таки какие-то параметры здесь можно заявить, чтобы они реально эффектно работали, эффективно. Филипп, ну, естественно, конечно, есть какие-то параметры для каждого рынка особенные, на которые нужно обращать внимание. Они есть на каждом рынке. Обобщать, я еще раз повторю, это плохой подход. Но нельзя конкретно сказать, что нужно выбирать между там дешевым и дорогим продуктом, обязательно дорогой, а просто учитывать какие-то нюансы. И, опять же, если мы, например, сейчас обратимся к батумскому рынку, да, одной из ошибок мы называем покупку апартаментов и квартир как инвестиционной недвижимости. То есть, опять же, часто кто выбрал уже Грузию, Батуми, кто приехал, возможно, говорят, что вот мне понравилось, я слышал, что здесь хорошие условия, я куплю здесь. Но, опять же, многие не знают, что там те же апартаменты, те же квартиры на сегодняшний день в Батуми и в Грузии, наверное, в целом, это уже тот тип недвижимости, который, к сожалению, последние пару лет, он показывает очень низкие показатели по доходности, да, если вы рассчитываете на пассивный доход. И это тоже, в свою очередь, связано с какими-то факторами, на которые бы вам стоило обратить внимание. Например, на тот факт, что перенасыщение, огромное перенасыщение апартаментами и квартирами есть в Батуми, в Тбилиси, в многих городах Грузии. То есть мы понимаем, что при таком большом предложении спрос падает, а с учетом того, что каждый год строитель все больше и больше, этот спрос будет еще больше падать. Опять же, если интересоваться конкретным рынком, вы обязательно поймете, что такое апартаменты и квартиры в Батуми. То есть какой-то пример рассмотрите, какие-то предложения, которые вам уже отправляли. Вы обратите внимание, например, те же апартаменты или квартиры в Батуми, это что-то среднее с жилым фондом. То есть это очередные многочисленные апартаменты, апарткомплексы, которые на минуточку в Батуми иногда комплексы, которые по 6 тысяч, по 9 тысяч однотипных апартаментов. При этом у них нет иногда даже самой необходимой инфраструктуры. То есть, грубо говоря, вы там сняли апартамент как гость, вы хотите позавтракать утром, но нет даже точки питания и ресторана, где вы можете это сделать. Я правильно понимаю, условно говоря, давайте так, жилые дома, то есть это хорошая история для жилья, условно говоря, если я там живу, но все-таки, если мы говорим про инвестицию, то жилой дом и инвестиция – это не то, что совсем разные вещи, но это все-таки, мягко скажем, не одно и то же. Абсолютно, абсолютно верно вы понимаете. То есть нам нужен продукт для инвестиций, тот, который обеспечит гостя, туриста всем необходимым сервисом, для того, чтобы он мог заплатить деньги, большие деньги за свой отдых, за аренду этого жилья. Соответственно, оно должно быть специфическое и особенное. Хорошо, давайте тогда посмотрим именно на те варианты, то предложение, которое есть у вас. Насколько я понимаю, здесь вот есть такой момент, в общем, его очень, с одной стороны, легко описать, а с другой стороны, очень трудная история, а кто строит и что строит, да, то есть, собственно, кто является той компанией, которая делает это предложение. Давайте несколько слов об этом уже на вашем примере, и я здесь буду выступать, сразу предупрежу, в роли, условно говоря, скептика, потому что, ну, кстати, уважаемые зрители, я тоже призываю вас задавать, пожалуйста, любые вопросы, с удовольствием на них эксперты ответят, надеюсь, что ответят, да. Несколько слов, пожалуйста, об этом, да. Кто строит, что строит. Вот это как раз то, с чем мы начали сейчас с вами разговор. Да, Филипп, спасибо. Смотрите, предварительно еще один небольшой нюанс, да. Мы говорили в первой ошибке еще о том, что покупатели не следят за тенденциями рынка. И на мировом рынке, скажем так, недвижимости последние пару лет, точнее, где-то 7-8 лет, есть очень хорошая новая тенденция, это именно отельная недвижимость. В Грузию это направление зашло не так давно, для Грузии это новое. Почему это хорошее направление, я еще скажу, но мы говорили о строительном холдинге European Village, так вот мы являемся партнерами и акционерами международной отельной сети Windham Hotels & Resorts. Для тех, кто не сталкивался раньше с отельными сетями, наверняка вы слышали и Hilton, и Reddison, и Marriott, Hayat, Rixos и некоторые другие, да, самые популярные. Так вот, Windham Hotels & Resorts – это самая масштабная сеть по количеству отелей в мире. Как видите, 9300 отелей в мире уже в данной сети работают, готовы, возможно, вы даже в них отдыхали, но не помните этого. Для примера, чтобы вы понимали, ближайший конкурент Windham по количеству отелей – это Marriott, и это 8500 отелей, то есть масштаб, я думаю, я вам обрисовала. Вы видите название Enbridge – это управляющая компания, причем это международная управляющая компания, и без преувеличения – это компания номер один по управлению в мире. И что касается RCI, возможно, кто-то сталкивался, для Грузии это абсолютно новое. Наш холдинг European Village – это единственная компания, которая на сегодняшний день имеет официальное лицензионное соглашение, контракт с этой программой обмена отдыхом RCI. Что это и как это работает, немножечко позже мы обязательно расскажем. То есть мы сотрудничаем с лучшими представленными компаниями, которые существуют для состояния лучшего проекта, который будет полностью конкурировать со всем остальным. Просто для понимания. Вот для меня, как для инвестора, ну и что с того, условно говоря, ну хорошо, хорошие бренды, с которыми вы партнерствуете. Что я лично от этого получу? Филипп, смотрите, дело в том, когда мы говорим о международной отельной сети Windham, да, это 60 лет опыта на рынке. То есть эта компания 60 лет создает бизнес, и работает над тем, чтобы его улучшить, чтобы этот бизнес приносил больше денег как самой компании, как самой сети, так и владельцам тех отелей, которые строятся под брендом этой отельной сети. Плюс, вы сейчас, кстати, очень удачно открыли слайд. Вы видите уровень этой компании. То есть это публичная компания, вы можете отслеживать их доходы каждый год. Мы вывели на слайд доходы за 23-й год. Вы можете сравнить их с предыдущими годами. Для тех, кто любит цифры, да, сравните, вы увидите постоянную тенденцию роста. То есть это говорит исключительно о том, что данная отельная сеть хорошо работает, и она приносит очень высокий доход. Но их доход равно наш доход. Их опыт в работе – результат хорошей работы нашего отеля. Поэтому это полностью взаимосвязанные вещи. Хорошо. Если позволите, тогда следующий вопрос уже касательно, может быть, конкретного предложения. Вот я прихожу сейчас на рынок Грузии. Как вы сказали, важно, чтобы предложение было, ну, скажем, уникальным. То есть если оно уникальное, то меньше конкуренция с кем-то другим, и, соответственно, я на этом зарабатывать вроде как можно больше. Окей, хорошо. Но в чем именно тогда должна заключаться эта уникальность? Например, то есть чего хватает в Грузии? Хорошо, вы объяснили. А чего не хватает? И, условно говоря, как вы к этому пришли, и что тогда вы предлагаете того, чего раньше не было? Ну, кроме того, что вы заявили, там, 5 звезд. Ну, хорошо. Хотя, насколько я знаю, 5-звездные отели в Грузии есть? Кстати, на минуточку, в Батуми не просто 5 звезд. В брендовых отелях, если взять в целом, их только по количеству 7. При этом, что там апарткомплексов и остальных жилых домов там сотни насчитываются. Просто для понимания, брендовый и 5-звездочный? Так, смотрите, каждая отельная сеть, как Виндом, как Рэдисон, как Мэриот, имеет ряд подбрендов, скажем так, разных категорий в своей семье, скажем так, да? То есть есть отели, например, более бюджетные, есть отели, да, вот, например, это все бренды, которые объединяет семья Виндом Hotels & Resorts. То есть все они под брендом Виндом, но есть линейки, которые, скажем так, для более дешевого сегмента, дешевого отдыха, эконом-отели. Есть отели среднего уровня и есть отели максимальной категории. То есть те, у которых максимальные стандарты по качеству строительства, по сервису, который они предоставляют. Соответственно, они дороже сдаются в аренду, чем все остальные отели. И это прямой результат на доход инвестора, который покупает гостиничный номер в этом отеле. А почему вы, ну, вы сказали, что, хорошо, тот проект, который строите вы, я сейчас, ну, там, наверное, несколько слайдов по этому поводу тоже можно будет показать. Почему вы считаете, что именно дорогой в случае с Батуми лучше, чем, ну, условно, там, вариант подешевле? В конце концов, ну, основной потребитель, скажем так, потребителей со скромными возможностями всегда гарантированно больше, чем потребителей с ультрауслуг. Вы знаете, для гостей, для туристов, которые приезжают в Грузию, считая это дешевым отдыхом, их достаточно много, но предложения еще больше. Но есть большое количество запросов от людей, которые привыкли отдыхать совсем на другом уровне. И для них этого предложения очень-очень мало. Его практически нет, и на всю Грузию их можно там на руках, на пальцах двух рук посчитать. Поэтому мы, естественно, мы изучаем, какой спрос, какое предложение есть на рынке. И, наверное, самым главным эксклюзивом того, что мы строим по уникальностью, есть тот факт, что мы строим первый и на сегодняшний день единственный в Грузии настоящий all-inclusive. Огромное количество людей предпочитает ездить на отдых и понимать, что весь их отдых организован уже на сегодняшний день, что им не придется самостоятельно решать какие-то проблемы в стране, в которой они возможны первый раз. Поэтому all-inclusive – это то, на что есть огромный спрос, и то, что еще не представлено в Грузии. Поэтому однозначно он будет пользоваться спросом. Хорошо. Ну, давайте тогда перейдем вот уже, может быть, к конкретному, что это такое будет. Значит, ну, тогда понятно, что вы, как раз подтверждение того, что вы говорили о ультра-варианте, да. Теперь тогда такой вопрос. Ну, пять звезд, они тоже бывают очень разные, да. Вот можно, это может быть отельное здание отдельное, это может быть вилла. В вашем проекте есть и то, и другое, и третье, ну, несколько слов вы об этом скажете. Почему вы считаете, что именно так хорошо, что именно так правильно? Они ограничатся, скажем, только… У вас же, насколько я понимаю, первый проект в European Village, это вообще были элитные виллы, и, в общем, вроде он неплохо себя показал. Зачем нужно вширь работать в данном случае? Вы знаете, когда мы строили элитные виллы, мы строили их, потому что этот продукт был максимально дефицитный в Грузии. Такой недвижимости малоэтажной, частной ее было очень мало. Когда мы зашли на рынок с этим продуктом, мы получили колоссальный успех. Мы были в спросе, до сих пор в спросе, нам не приходится тратить большие деньги на рекламу, наши виллы, комплексы из вилл всегда заполнены, всегда востребованы. Но мы, как компания, развиваемся, и мы стараемся всегда держать руку на пульсе и исключительно предоставлять на рынок те продукты, которые в дефиците. И когда мы провели аналитику и анализ рынка, стало понятно, здесь долго стараться не пришлось, стало понятно, чего не хватает. Не хватает как раз-таки all-inclusive, не хватает пятизвездочного сервиса, кто был в Грузии и понимает сейчас, о чем я говорю, здесь очень не хватает пятизвездочного сервиса. Поэтому мы и строим то, чего не хватает. А к вопросу, почему наш комплекс состоит из разного типа, скажем так, проектов, из разного типа недвижимости. Вы видите, там Аква – это многоэтажный отель в большинстве. Давайте, может, пробежимся, да, просто, что в двух словах буквально расскажите. Да, да, отличная идея. Валя, минутку буквально. Да, Аква – это у нас 20-этажный отель, в нем предоставлено большинство номеров категории стандарт, то есть, другими словами, это маленькие площади. Но при этом инфраструктура, которая сосредоточена в этом комплексе, она акцент делает на активные виды отдыха. То есть, для людей, которые любят поактивнее, это больше молодое поколение, скажем так, да. Поэтому мы сопоставили инфраструктуру с самим проектом. Но также есть, например, гости, которые приезжают там большими семьями на отдых, которым нужно разместиться всем в одном помещении, скажем так, да, и при этом чувствовать комфорт. Для них мы создали следующий проект, который уже малоэтажный, который для тех, кто любит более приватный, более спокойный отдых, чтобы не было там толк туристами под окнами, чтобы было больше тишины и приватности. Поэтому мы создали Family Club, да, который у нас есть. Вот как он выглядит, кстати, это часть комплекса, это один из пятизвездочных отелей. Есть многие направления, откуда приезжают, например, там из стран Персидского залива, приезжают большими семьями, то есть там много детей, иногда и много жен, как вы понимаете, да. Для них нужно еще что-то более просторное, да. Для них мы уже создавали проект, первый проект, кстати, отмечу, из таунхаусов, первый отель пятизвездочный из таунхаусов. То есть, по сути, у вас трехэтажный дом со своим там двором, со своей инфраструктурой полностью, отелями, сервисами и так далее. Вот как он выглядит. Есть категория людей, которые предпочитают еще более приватный отдых. Для тех, кого нужно еще больше пространства, но при этом они хотят еще больше пространства вокруг, в виде двора, например, которые приезжают, им нужна парковка своя личная, своя зона барбекю и так далее. Для них мы создали проект виллы, Вингом Гранд Виллос, то есть пятизвездочные виллы с тем же отельным сервисом. Это к тому, что какой бы тип отдыхающих к нам не обратился, у нас в нашем комплексе для всех есть свое предложение. Да, но это вы сказали со стороны отдыхающих. Вот хорошо, смотрю я, предположим, дай бог я инвестор. Светлана, видели ваш вопрос, обязательно в ближайшее время на него ответим. Предположим, я инвестор и выбираю между четырьмя вариантами. Понятно, что они по деньгам стоят совершенно по-разному, но вопрос не в этом. Вот что более выгодно в этой модели? Взять там объект попроще, подешевле, каких вроде много, но им воспользуется большее число людей, или взять что-то элитное? Вот как вы здесь рассчитываете? Или, в общем, как будет, так будет? Нет, вы знаете, ну, во-первых, конечно же, нужно рассчитывать на свой бюджет. Все это, что предоставлено, это элитные, это виллы, таунхаусы, они не элитнее, чем, например, там Аква или Крамели Клаб. Но нужно понимать также, что, например, те же виллы или таунхаусы, они приравниваются в сдаче в управлении к президентским люксам. Поэтому, когда они сдаются в аренду, у них намного выше стоимость. И это будет влиять на вашу доходность. Соответственно, конечно, выгоднее покупать виллы или таунхаусы в силу нескольких причин, их дефицитности, их большей стоимости, стоимости и, соответственно, спроса из-за того же дефицита. Поэтому, да, если у вас есть бюджет, доходность будет по процентным соотношениям и больше показывать проекты вилл и таунхаусы. В какой степени это, ну, это правильно ли я понимаю, что все-таки вот это относится к текущей ситуации, даже не во всей Грузии, а реально в Батуми. То есть объект чем дороже, тем более доходный он. Это вот, ну, то есть это же не универсальная история. Вы знаете, я на этот вопрос могу только сказать, что чем более уникален продукт, тем выше его доходность. Если взять количество отелей брендовых, которые есть, сравнить их по типу, то ни одного отеля из виллы или таунхаусов нет. Но есть похожие по концепции, похожие по бренду отели в Батуми. А опыт других проектов в Виндом о чем говорит? Вот я, честно говоря, не знаю, о чем говорит опыт. Опыт в Виндом в целом говорит об очень успешной работе разных отелей в разных странах вне зависимости от типа виллы или... Ну, то есть в других странах вот та же концепция работает или где-то так, где-то немножко по-другому? Вы знаете, на самом деле те отели, которые работают по всему миру, там нет ни одного варианта, как у нас, когда у вас комплекс предусматривает сразу несколько, вот такой большой выбор. В основном это либо отели с категориями номеров от стандарта до фамили сьюта, либо это отдельно отели, которые уже сами по себе состоят из виллы. Вот такого комплекса, где все скомпоновано, я не встречала. Окей, хорошо. Обращаем внимание на уникальность. Это более-менее понятно. Смотрим дальше. Ну, вот это завершаем слайды по проекту. И вот примеры сравнения доходности. Если я правильно понимаю, это уже как бы сравнение, то, о чем вы сейчас говорили. То есть апартаменты в общем случае все-таки приносят меньше, просто потому что их больше, условно говоря. Да, смотрите, это слайд я отнесла к теме ошибки, когда клиенты предпочитают найти более дешевый вариант для покупки, думая, что на этом они сэкономят, а сэкономил, значит, заработал, как некоторые выражаются. Но эта таблица, которую вы видите, это проведена небольшая аналитика, и самое важное, что вы сами можете перепроверить эти цифры, а не для этого здесь. Как перепроверить? Куда смотреть? Да, смотрите, для примера взята стоимость. Это средняя стоимость апартаментов или квартир, которые вы можете купить в Батуми. То есть вы ее можете проверить, получив разные предложения, посмотрев на сайте. Отельный номер, он строит изначально за метр квадратный гораздо дороже. Если вы, например, зайдете на букинг или любой другой сервис бронирования, которым вы пользуетесь, там, не знаю, островок, R&B и прочее, вы возьмете цены на сдачу, аренду апартаментов и квартир посуточно, вот средняя годовая получится у вас порядка 35 долларов. Это то же самое, что вы можете самостоятельно проверить, взяв вот эту табличку за основу. Если вы найдете на том же букинге какой-либо брендовый отель, напомню, в Батуми всего 7, и они категории уже изначально ниже, чем то, что мы строим, но при этом все равно средняя годовая стоимость будет не менее 286 долларов. То есть вы понимаете, стоимость при сдаче в аренду, она в 8 раз больше. То же самое, что касается заполняемости. Но здесь эти данные мы взяли на основании, здесь независимое исследование, это Investment Global Group. Они где-то по результатам 23-го года данные. Заполняемость апартаментов. Кстати, данные взяты официально, опять же, из офиса статистики Грузии, из Министерства туризма Грузии и так далее. Ну да, где-то по Грузии я могу сказать, именно как уже с журналистской точки зрения, со статистикой там сильно лучше, чем в среднем по рынку. Из некоторых стран статистику не выжмешь никакую. В Грузии, в общем, более-менее что-то, не все, что хотелось бы, но это уж такие магичные капризы. Но многое посмотреть можно, да. Да, так вот, это исследование показывает четкие цифры, что апартаменты и квартиры в годовом разрезе показывают максимум 30%. То есть мы понимаем, что в лучшем случае они сдаются только летом, высокий сезон. А брендовые отели, которые есть, они показывают почти 70% заполняемости. Уже в два раза больше. Поэтому, если вы посчитаете валовый доход от сдачи в аренду одного и другого, посчитаете стоимость, которую вы потратите на апартаменты и на покупку гостиничного номера, все равно при простой арифметике выгоднее покупать гостиничный номер более чем в 6 раз. Вот эти данные, если вы захотите разобрать более подробно, мы просто не можем сейчас останавливаться долго, да, в силу тайминга. Я объясню более детально, возможно, на консультации или на какой-то личной встрече. Мое ощущение, что такие вещи обязательно надо проверять более подробно, потому что, поэтому я бы рекомендовал просто тех, кто хочет в деталях эти моменты узнать, просто связаться по завершении эфира с Натальей. Я думаю, контакты, да, как раз в чате публикую. Хорошо, давайте и пойдем дальше и перейдем к следующему, пункт номер 2. И тут как раз в какой-то степени вопрос от нашей зрительницы Светланы, он подсказал, да, сделал такой логичный переход. Она спросила про управление. Нет, про управление мы еще не говорили, поговорим сейчас. Но это ключевой момент все-таки, когда мы говорим о инвестициях. Чаще всего, особенно если мы говорим о инвестициях зарубежных, речь идет о доходе пассивном, то есть, по крайней мере, это такие мечты, хотелки. Мы не хотим покупать себе работу, мы хотим, чтобы кто-то ее делал за нас. Мы сидели, а денежки шли. Вот тут вопрос такой. Хорошо, а как это проверить, учитывая, что проект еще не запущен? Насколько я понимаю, ваш проект будет запущен только в 25-м году? Да, Филипп, наш проект запущен будет в 25-м году летом. Но на сегодняшний день мы знаем имя управляющей компании, которая будет управлять нашим комплексом. Это компания Embridge Hospitality. Мы недавно подписали с ними уже официальное соглашение, контракт. То есть мы нашим покупателям уже можем прописывать это в договоре, мы уже можем гарантировать, что именно эта компания будет заниматься управлением вашим гостиничным номером. И почему мы отнесли это ко второй ошибке? Вторая ошибка подразумевалась, когда, опять же, я люблю все на опыте сравнивать. Многие наши клиенты рассчитывают на то, что они самостоятельно будут управлять своей недвижимостью, не будут делиться ни с кем доходом от сдачи ее, и таким образом они больше заработают. Но управление – это, наверное, основной такой слон, на котором стоит успех сдачи вашей недвижимости в аренду. Потому что, чтобы она успешно сдавалась, это должна, во-первых, быть компания с огромнейшим опытом, которая знает, что такое сервис, чтобы люди возвращались в ваш объект размещения. Это огромные деньги, которые нужно вкладывать в маркетинг, то есть в рекламу. Эта компания должна, ну, возможно, на международном уровне продавать размещение в вашем объекте. С апартаментами, с квартирами это невозможно. Что касается самой Embridge Hospitality, это без всякого преувеличения, это компания номер один в мире по управлению. И чтобы вы понимали серьезность, скажем так, этой компании, обратите внимание, с какими брендами в партнерстве Embridge Hospitality. Другими словами, какими отелями она выправляет. Я думаю, всем известны Хилтон, Хаят, Рэддисон, наш Уиндом, Мэриотт и ряд других. Прости, просто чтобы я понимал, но вторая часть вопроса от Светланы была, сколько это мне стоит? Собственно, людей же смущает, что? Что сам бы я заработал, условно говоря, 100 евро в день, а теперь я там минимум 25 процентов, а иногда и 30, и 40 я компании должен отдать. Можно ли это каким-то образом подсчитать и оценить в данном случае? Да, это можно подсчитать. Я вам сразу наперед скажу. Условия Embridge Hospitality – это когда вы делите доход с управляющей компанией в соотношении 40 на 60 в пользу, естественно, владельца. Но когда вы отдаете это 40 процентов, вы все равно получаете гораздо-гораздо больше. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об условиях договора, договор, собственно, в данном случае я же подписываю с девелопером или с этой управляющей компанией? На данном этапе, когда вы подписываете договор, это договор купли-продажи, который мы подписываем двусторонне, то есть между European Village и непосредственно владельцем. Но в этом договоре сразу указывается, во-первых, предмет договора, как отельный номер под брендом «Виндом Гранд Батуми Гоню», то есть пятизвездочный отель, ни апартаменты, ни квартиры. И один из пунктов говорит о том, что по завершению строительства владелец обязан подписать договор управления с компанией Embridge Hospitality, которая будет заниматься управлением его номером. Что я как собственник получаю от этой компании? Какие услуги она оказывает мне, кроме того, что она раз в какой-то срок деньги мне переводит? Немалые деньги, прошу заметить. Это главное, но тем не менее, что бы еще хотелось? Главное, наверное, тот факт, что всю ответственность по всему процессу берет на себя управляющая компания. То есть она занимается поиском клиентов, поиском гостей, заполняемостью вашего отеля. Она несет финансовую ответственность за техническую сохранность того же номера. То есть у вас голова не болит о том, что кто-то из гостей вам что-то поломал, испортил в номере, и вы должны теперь оплатить там ремонт или какую-то вещь. Это полностью компенсирует управляющая компания, если так произошло. Компания предоставляет вам полную финансовую прозрачность. То есть это ваша возможность в онлайн-режиме в любой момент следить за тем, что происходит в отеле, по каким стоимостям сдается, как заполняется. Это постоянная финансовая отчетность перед вами, перед тем, как отправить вам деньги на счет. То есть другими словами, эта компания снимает полностью все ваши головные боли. Она дает вам возможность хорошо зарабатывать, она дает вам возможность следить за процессом. Причем, опять же, какой важный момент. Когда люди сдают, владельцы сдают, например, апартаменты, иногда сами, иногда находят какого-то там агента или какую-то местную компанию без опыта, у них всегда вопросы, честно ли это все происходит. А вдруг апартамент соседний сдавался на пару дней больше, и сосед заработает больше. При международном управлении профессиональном нет такого вопроса, потому что у них всегда котловой метод распределения прибыли. То есть другими словами, например, вы купили гостиничный номер категории стандарт на 10 этаже, допустим. Все номера данной категории сдаются в аренду, доход от них идет так называемый котел, скажем, после чего отнимаются расходы, и прибыль делится между всеми собственниками равными частями. То есть истории про то, что соседний номер больше сдавался, и он больше заработал, ее не существует. Вы об этом не переживаете. Нет заангажированных людей в этом процессе. Для управляющей компании это тоже очень важный, интересный вопрос, потому что для нее важна равномерная нагрузка на все гостиничные номера, потому что это ее расходы в случае, если какой-то номер нужно там починить или что-то добавить, исправить и так далее. Окей. Идем дальше. Владимир у нас немножко заскучал. Переходим сейчас к третьему заблуждению, к третьей ошибке инвесторов. А я напомню, что мы беседуем с экспертами компании Grand Batum Econia и European Village. Итак, Владимир Илларионов. Владимир, и я так понимаю, это уже вот ваша ошибка от вас. Да, я еще раздавал, судя, кто забыл. Ошибка, связанная с эмоциональной покупкой. То есть, что вы имеете в виду? Под эмоциональной покупкой, Филипп, мы имеем в виду, что, знаете, вот вы, ну, условно, приехали там в Грузию, допустим, даже в любой другой туристический город, да, приехали отдыхать, пришли на пляж и такие, у вас случился вау-эффект. Вы на этом вау-эффекте начинаете такие, так, вот здесь точно нужно купить, здесь точно будет здорово, ведь нам же здесь понравилось, здесь вроде бы есть люди. То есть, покупка на эмоциях, да, вы не разобрали детально там локацию, кто туда приезжает, какая сезонность и так далее. Вы не разобрали там показатели по доходности, вы не знаете, какая инфраструктура вообще, в принципе, требуется в этом проекте, и какая инфраструктура должна быть, то есть, что требует данная локация, то есть, что интересно гостям здесь. То есть, вы просто купили на вау-эффекте, и если разбирать это все более предметно, да, и начать, например, с ROI, а ROI – это показатели по доходности, вот это идеальная модель, на самом деле, но она по нашим, естественно, по Виндом Гранд Ватном Игоне, номерным фондам, это категория стандарт, и, естественно, все должно быть указано. Я объясню, откуда все эти цифры берутся, все же, вы должны знать, допустим, какие показатели по заполняемости, высокий сезон, низкий сезон, а какие стоимости по проживанию в высокий сезон, опять же, в низкий сезон, и как делится вообще ваш доход, то есть, если вы становитесь инвестором отельного номера, да, у вас в любом случае должна быть управляющая компания, какое с ней идет у вас деление и соотношение, ну и, соответственно, вы должны видеть вот эту вот цифру, вот где вот, сейчас, 26 тысяч – это вот то, что вы получаете чистыми из расчета всех минусов. Эти цифры должны, ну, то есть, они должны браться откуда-то с неба, цифры эти должны быть, естественно, проверены. Как они проверяются, собственно, в нашем случае? То есть, кто-то, если спрашивает, допустим, откуда у вас берутся цифры, там, 250 долларов и 450 долларов по стоимости за проживание в категории «Стандарт». Ну, во-первых, мы можем прибегнуть к аналитике, например, наших просто, ну, соседей, можно так сказать, в Грузии, конкретно в Аджарии, в Батуми, ну, например, в Параграф, да, отель. Его стоимость вы все можете сами прекрасно посмотреть, проверить на том же букинге, сколько он стоит в высокий сезон, сколько он стоит в низкий сезон. Мариотт в Тбилиси, то есть, это вот те цены, которые в отелях в пятерках, да, то есть, в пятизвездочных отелях, вот, но у нас все-таки мы строим all-inclusive, и в all-inclusive мы все-таки адаптируем по стоимости, вот. Ну, и опять же, также по заполняемости, то есть, мы знаем, благодаря нашей аналитике и, в принципе, аналитике по Грузии в целом, что заполняемость по, там, брендовым отелям, она, там, порядка, там, 75%. Ну, так как у нас всесезонный курорт, то заполняемость у нас будет несколько выше, эта аналитика берется в виду большого количества отелей непосредственно в линейке Windham Potals & Resorts. У нас эти цифры, они складываются, и у нас получается наша, собственно, ROI или показатели по доходности, вот. То есть, эти вещи нужно знать, их нужно анализировать, их нужно понимать, ну, либо обращаться к профессионалам. А вот эти вещи человек может посмотреть сам? Ну, то есть, как проверить, где он поймет, я не уверен, что информация про то, что Мэриот заполнен, там, на 70 с лишним процентов, что эта информация публичная, или она тоже есть? Да нет, Филипп, на самом деле, если очень сильно захотеть, то, конечно, можно получить такую информацию, то есть, это, в принципе, достаточно открытые источники, сколько заполняются там брендовые, небрендовые отели, сити-хотел и так далее, да? То есть, это, в принципе, в открытом доступе вы это можете узнать. Опять же, вы можете зайти на те же платформы, ресурсы, типа booking, островок и так далее, ну, и, собственно, посмотреть стоимость проживания. Ну, это у вас, опять же, там, займет энное количество времени, потому что вам нужно понять аналитику, там, не по одному проекту, а, например, по ряду проектов, ну, вы сами понимаете, чтобы у вас была какая-то объективная картина, вот, и, собственно, из-за этого у вас тогда сложится какое-то более-менее понимание, ну, либо обратиться к профессионалам, кто занимается на профессиональном уровне, например, к нам, то есть, к те, кто работают непосредственно с управляющей компанией, с профессиональной, и строят брендовые отели. Вот. Также нужно обратить внимание, ну, это, наверное, уже у нас следующий слайд, ну, естественно, на инфраструктуру. Тут можно даже, если так, подойти, на самом деле, вот издалека, то есть, почему это стоит обращать внимание. Например, на рынке непосредственно грузий, то есть, там, опять же, квартир, апартаментов здесь достаточно много, это переизбыток, и клиент, он уже, те будут и хочет что-то новое получить, чтобы какие-то новые сервисы для себя открыть, и новый уровень отдыха. Вот. Поэтому нужно, естественно, ему это давать. И мы, соответственно, с этим и строим первый all-inclusive. Должна быть определенная отельная инфраструктура. Например, в нашем случае это, там, порядка 12 ресторанов, 7 бассейнов, в том числе халяль, мы ориентированы на абсолютно разную аудиторию, спа, фитнесы и многое-многое-многое другое, там, порядка 90 объектов инфраструктуры. То есть, это все должно быть в отельном комплексе, и тогда это позволит вам непосредственно создать эту полную заполненность, чтобы это привлекает отдыхающих. А если это привлекает отдыхающих, мы, во-первых, можем делать чек выше, во-вторых, клиентов больше, что создает нам те показатели по доходности, которые мы видели с вами выше. Ну, это тоже как из пунктов, один из пунктов, но нужно, естественно, обратить внимание на другой показатель. Это локация, он тоже немаловажен. Можно следующий слайд? Ну, а вот тут, в этот момент, вы сказали про локацию, но ведь, насколько я понимаю, в GONIUM относительно много сейчас строят, и строят не только. Да, согласен. Согласен. Ну, так дело в том, что GONIUM – это такое достаточно привлекательное место в плане отдыха, потому что пусть Батуми сам считается, знаете, курортным районом, он все-таки курортным городом, да, а GONIUM – это курортный район в курортном городе, да, то есть это, допустим, из таких ключевых показателей, например, один из самых чистых пляжей, там самая чистая вода. Это в Грузии пляж, единственный претендент на голубой флаг, например, да, локация уже, например, этим, да, интересна. Плюс локация очень не застроена хаотично, например, как сам Батуми, да, если кто-то был, знает наверняка, что там в Крущевке могут соседствовать там с высотными домами. Там пейзажи прекрасные, прекраснейшая застройка, ну и сам по себе экологически чистая зона. Это этим она и привлекает все-таки отдыхающих, что там можно приехать и наслаждаться там чистейшим воздухом, чистейшим морем. Такие локации нужно подбирать. То, что устроится уже в городе, ну, смотрите, купите в центре Батуми, тут не искупаться и куда не сходить, нет. В центре не искупаться. Ну, слушайте, это... Перед тем, как задать следующий вопрос, я просто хочу еще напомнить, что все участники прямого эфира, все наши гости, все наши зрители могут оставить заявку на консультацию, зафиксировать специальное предложение и получить, кроме всего прочего, 7 дней бесплатного отдыха в отелях, в Виндом Гранд Батуми Резерв по всему миру. В общем, предложение интересное, потому что ссылочку на этот счет тоже можно посмотреть. Так, пришел сейчас еще вопрос какой-то один только... Хороший, очень хороший вопрос. А, да-да-да, да. Ну, кстати, по поводу инфраструктуры, о которой вы говорили, вот это тоже такой момент. Ну, во-первых, нужно ли платить за пользование этой инфраструктуры? Ну, по-моему, вы сказали, что там аквапарки, там спа, сауны и так далее. Второй момент. По сути, получается, что оплачивая номер, делая инвестиции, я оплачиваю и эту инфраструктуру. Как это или нет? Само собой. Приобретая отельную резиденцию, вся инфраструктура... Ну, то есть, понимаете, тут, наверное, стоимость делится примерно напополам, да? То есть половина стоит номер, половина стоит вся эта инфраструктура. Ну, будем, давайте честными. Из этого и складывается вся цена, из этого складывается и непосредственно привлекательность. И заполняемость, и чеки. Вот. А по поводу вопроса за это платить, да, если вы как покупатель, как инвестор, да, вы это, естественно, оплачиваете. Как отдыхающий, это будут пакетные туры, как мы приобретаем их, приезжаем там на неделю, на две недели, на десять дней, наслаждаемся всеми сервисами онклюзива. Для отдыхающих это просто будет пакетное предложение. А для вас, как для инвестора, который там в дальнейшем захочет отдохнуть, тоже приехать в свою резиденцию, вы сможете повыбирать, покомбинировать, то есть что вам будет интересно, вы оставите, вы этим воспользуетесь, что будет неинтересно, ну, соответственно, не будете это оплачивать. Но жить вы, естественно, там будете в своей резиденции бесплатно. Но разные сервисы, они будут уже, естественно, выбор какие-то будут бесплатные. Там я видел, у вас будут венотерапия, венотерапия, наверное, за деньги, да? Ну, да, скорее всего, да, там популярная будет, чачат-домик там еще есть. Красиво жить не запретить. Там много чего интересного, да? Да-да-да, список. Давайте посмотрим дальше, вот мы, собственно, говорили, с этого начинали. Да, вот эту информацию проверить легко, и, собственно, тут универсальное достоинство инвестиций в Грузию, и они, в общем, более-менее понятны. На Грузии, на подъеме, это факт. Это факт, да. Это факт, но это, опять же, больше максимум к локации, нужно выбирать правильное направление, куда инвестировать свои денежные средства, там, где рынок, он сейчас находится, ну, на подъеме. И у рынка еще есть, то есть рынок Грузии, он не перегрет, и он сейчас только начинает свое становление, он достаточно новый и свежий, поэтому на нем можно очень хорошо заработать. Ну, опять же, доход от туризма, он очень сейчас, это первый показатель в Грузии по доходу, да, то есть по приходу в бюджет денежных средств, он уже вышел давно на допандемийный уровень, и даже уже превысил эти показатели. Да, 19-й год еще в прошлом году был превзайнен, эту цифру я видел, окей. Показатели отличные. И плюс еще видел, я могу ошибаться, сейчас плюс 23, то есть плюс 40 процентов в 2023 к 2022 году. Но это, собственно, не столь принципиально, тут порядок важен, что процент заметный, да, это как раз понятно, да. Да, тенденция отличная. Или 40, надо уж очень сильно, там, сказать, вникать, насколько это серьезно. Окей, давайте, Владимир, смотрим дальше. Вот, это вопрос прям такой, ух, болезненный, потому что совершенно же понятно, что заявить можно любую доходность. Да. Вы скажете 20, а могли сказать 15, а могли сказать 50. Ну, и я же проверил. Несколько слов об этом, пожалуйста. Да, спасибо, Филипп. Смотрите, обещание вместо гарантии, на самом деле, ну, 95 процентов, наверное, застройщиков будут там какие-то нереальные цифры рисовать, которые будут ничем, ну, не обоснованы. Я, наверное, расскажу по, все-таки ближе к нашим цифрам. Во-первых, что мы обещаем нашим инвесторам и что они получат по итогу. Во-первых, у нас есть, да, две программы по доходности. То есть вы можете, как инвестор, выбрать реальную доходность, которая у нас порядка 14-16 процентов годовых, и гарантированная, вот просто к слову, а гарантированную доходность ее не предлагают на рынке, ну, за исключением там одного максимума двух проектов. То есть такого в принципе нет. То есть вы можете зайти как консервативный инвестор, выбрать программу с гарантированным доходом и в любом случае получать 5 процентов в год гарантированного дохода, и это будет, естественно, в долларах. Вот, то есть в такой самой крепкой валюте. Вот, это опять же из таких приятных бонусов. А, ну, в долларах сказали. Окей. Да, ну, либо, да, зайти на программу реальной доходности, либо всегда есть возможность комбинировать. Я тоже пару минут уделю этому, потому что наши инвесторы, они в дальнейшем будут подписывать договор с управляющей компанией Sandwich Hospitality. Он будет на 10 лет, и вы можете выбирать программу, например, гарантированного дохода на 3 года изначально, да, и через 3 года, например, поменять на реальный доход. Ну, и опять же, вы можете всегда комбинировать эти программы, посмотреть, как работает отель. Ну, вот, все зависит от инвестора, от вашей стратегии, как вы инвестируете. Вот, но под любого инвестора у нас, опять же, есть предложение. Вот. Ну, и опять же, хотелось бы, да, отметить, вот этот отличный слайд, это гарантированная доходность до завершения строительства. Это совсем уникальное предложение, заключается оно в том, что мы уже нашим инвесторам, кто приобретает отельные резиденции, выплачиваем до конца строительства 5% от отельного управления. То есть, условно, если вы, Филипп, сегодня уже у нас приобретете резиденцию, там, неважно в каком проекте, да, мы в конце года вам заплатим порядка, там, 2,5% уже как отель от отельного управления, и ближе к сдаче еще 2,5% вы уже получите свой гарантированный доход. Да, пока отель строится, то можно было попробовать уже и позарабатывать на этом. Как вам такое предложение? Знакомый один, он смотрит вебинар, но почему-то тут писать стеснялся, он здесь написал табличку, он, видимо, был на одном из предыдущих ваших вебинаров, которые мы с вами проводили, и там речь шла о стабильном росте цены по ходу строительства. Вот пару слов можно ли об этом, он спрашивает, насколько эта история продолжается сейчас, и какова доходность есть здесь, вот, как бы, какая она является, ну, он такой общий вопрос, гарантированно, не гарантированно, если я дословно почитаю, еще понятно не будет, я, видимо, общую суть передаю, что она такая смешная. Да, спасибо за вопрос. Я понял, это вопрос ближе к капитализации, все-таки по удорожанию проекта, но я вам честно скажу, Филипп, она в среднем у нас идет порядка 30% по проектам. Есть некоторые проекты, чуть-чуть больше приносят по капитализации, но, естественно, сейчас, на сегодняшний день, есть возможность, ну, в среднем заработать порядка 30% за год, то есть проект сдается через год у нас, вот, но нужно по каждой резиденции смотреть отдельности, в отдельности. Из чего это складывается, опять же, если, да, ближе к вопросу, то это, ну, во-первых, есть брендочная стоимость Windows Grand, да, и мы ее знаем, мы понимаем, то есть откуда она начинала свой старт, где она свой, финишная ее черта по росту цены. Это первое, потому что мы строим брендовую, брендовые резиденции, у них есть определенный порядок и диапазон цен. И второй показатель – это покупательская способность, ну, вы сами понимаете, если есть спрос на продукт, то у него будет расти и цена. Ну, возвращаясь, опять же, к вопросу вашего товарища, есть еще сейчас возможность точно заработать порядка 30% и, опять же, к слову скажу, что у нас есть отличная опция, мы нашим клиентам помогаем с перепродажей, то есть вы можете зайти как краткосрочный инвестор, да, то есть на этапе строительства, не участвовать в отельном управлении, дождаться, когда проект достроится, и мы вам реализуем вашу пресиденцию с удорожанием. И не нужно нам доплачивать за это даже. Окей, хорошо. И тогда переходим к следующему пункту, о котором тоже важно сказать. Вот, да, это как прийти, это хорошо, давайте теперь несколько слов о том, как ты заранее можешь проверить, как бычет, если ты захочешь. Ну, видите, да, это заложник инвестиций, ну, да, это, видите, такая, на самом деле, очень большая, объемная тема, ей, наверное, можно посвятить целый вебинар, видите, сложности выхода из проекта, это, ну, такая проблема для инвестора, то есть можно, конечно, отталкиваться от каких-то других стран, искать, как у них, но я скажу, например, да, опять же, то есть как в Батуми, то есть много строится апартаментов, квартир, ну, условно, дома-тысячники, да, и если вы инвестор, который зашел там на краткосрок, на средний срок, да, вы не будете участвовать там в отельном управлении или сдавать в аренду, а вы являетесь вот с этим тысячей этих людей и еще еще таких 100 проектов примерно, да, вы будете с ними конкурировать, выйти из проекта сложно, и вам придется вашу стоимость демпинговать, ну, и, соответственно, если демпингуете вы, демпингуете еще один такой же, как и вы, и заработать становится все сложнее, из проекта выйти становится все сложнее, ну, вы сами понимаете, то есть тут чем продукт он дефицитнее, чем его меньше, тем, чем меньше его предложения, тем легче выйти из этого проекта, тем можно больше и заработать, вот, поэтому с этим в Батуми сталкиваются многие, ввиду того, что опять же совершают вот третий пункт, это эмоциональная покупка, вроде бы один купил, ну, тогда и я, наверное, вот тут тоже куплю, вроде бы можно что-то где-то как-то заработать, вот, ну, и, соответственно, это, опять же, привязка к локации тоже, это очень такой немаловажный пункт, хотел бы его отметить, то есть все, кто приобретает недвижимость, они все-таки привязываются к определенной локации, то есть если вы купились в Батуми или вы купили, там, не знаю, там, в Турции, вас обязывают все-таки посещение вашей недвижимости, какая-то ее проверка, за ней нужно следить и так далее, вот, если только вы не приобретаете отель, где всем занимается непосредственно профессиональная управляющая компания, и вы, в принципе, в этом управлении, ну, у вас, в принципе, отсутствуете там, вот, но зато у вас появляются очень интересные возможности перед вами, они сразу открываются, а именно, кто-то слышал, кто-то нет, но я повторю, расскажу, например, вы сразу становитесь, ну, в нашем случае, по Виндом Гранд Батуми Гоню, участникам клуба RCI, это обмен гостиничными номерами, то есть у вас копится, там, за год определенное количество баллов, оно, как правило, эквивалентно 2 месяцам проживания, и вы можете обменивать эти баллы на вот 4,5 тысячи отелей в 110 странах мира, то есть вам не обязательно ехать там в этом году, если там вам нужно в Батуми, вы можете всегда обменять эти баллы и отдохнуть по всему миру, там, поехать в Европу, Америку, куда угодно, и вы не привязываетесь, то есть вы не становитесь заложником этой недвижимости, а наоборот, она вам открывает большие возможности, большие возможности бесплатного, кстати, путешествия, ну, это только в Виндом Гранд Батуми Гоню, опять же, вот, есть такие приятные бонусы. Спасибо. Я хотел узнать, вот меня, вот честно, может быть, это мое сугубо такое недоверие к такой истории, а вообще вот эта опция на кого-то из инвесторов производит впечатление, ну, потому что, если уж я инвестор, тем более пассивный, я, может, деньги хочу зарабатывать как обломал, знаете, из своего дома не выходя никуда, да, а тут путешествую, 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 ну, не знаю, вот насколько, по вашему ощущению, это просто по практике полутора лет работы, двух уже, да, по сути лет работы именно в этом проекте, насколько это все активно работает? Честно скажу, наверное, ну, 50 на 50, да, то есть, есть инвесторы, которые все-таки, да, они не про путешествия, они исключительно про заработок, потому что вы, опять же, можете, там, не обменивать эти баллы на проживание, а номер будет просто всегда сдаваться, ну, чуть больше будет вам генерить прибыль, да, и опять же, так, немножко, если так, со стороны на это все посмотреть, у нас покупатели, они со всего мира, да, то есть, кто в Грузии проживает, наверное, один-два человека, кто у нас купил, и получается, что они живут во всем, по всему миру, им интересно путешествовать, и для них это, это актуально, да, то есть, их это привлекает, как будет по итогу, что победит, как бы, там, жадность или, там, страсть путешествий, да, когда отель сдастся и программа будет работать, ну, это, наверное, время покажет, но по отзывам, наверное, 50 на 50, но, опять же, довольно привлекает. Второй тогда вопрос, вот вы сказали о двух программах, опять же, ну, понятно, что каждый человек решает для себя, но вот те инвесторы, которые уже проверили, которые прикинули все за и против, они выбирают гарантированную доходность 5% или заявленную, дай бог, чтобы она случилась, но все равно, бывает же по-всякому, да, 14-16 это прекрасные цифры, это фантастические цифры, но чем цифры более фантастические, тем сложнее их добиться, понятно. Ну, честно говоря, Филипп, видите, тут все зависит, да, от типа инвесторов, да. Вот у вас сейчас как по опыту, что выбирают больше? Да, наверное, опять же, 50 на 50, некоторые покупают сразу несколько отельных резиденций, кто-то берет реальный доход, кто-то берет гарантированную, кто-то там две резиденции, он взял одну по одной программе, другую по другой программе, то есть, я вам честно не могу так сказать, что кто-то взял и приходит, берет конкретно там гарантированный, там у нас 80%. Продукт интересный, продукт будет приносить высокий заработок, поэтому, естественно, многие знают, что показатели будут выше, чем 5%. Ну, и тогда подытоживая эту часть, вот все-таки в данном случае, что можно проверить и какую ошибку нельзя совершить вот в этой части? В этой части вы... То есть, вот еще раз, то, что вы сказали про то, что из этой инвестиции, а, относительно удобно выйти, и эта инвестиция, ну, как бы в той части, которая дарит не финансовая, а такое эмоциональная, эмоциональные бонусы, она тоже работает. Ну, опять же, да, тут я не могу сказать, знаете, тут за клиентов, как это все лучше, потому что выбирают, ну, правда, и то, и то, то есть, и покупают и эмоциями, чтобы отдохнуть, да, и инвестиционная покупка. Но эмоции, понимаете, опять, подождите, тут вы меня немножко не правильно помните, эмоциями это другая покупка, да вау, здесь эмоциями просто люди хотят что-то получать какой-то, помимо инвестиционной привлекательности и бонусов, да, денежных, какие-то еще дополнительные, да, чтобы для них открывались перспективы и возможности, да, в данном случае мы их даем, то есть, это другая эмоция, понимаете, она уже такая, как сопутствующая, это все-таки в первую очередь мы продаем инвестиционный продукт, высокодоходный, а это уже такой дополнительный бонус. Окей, хорошо, ну, давайте тогда чуть-чуть подытожим эту часть и потом перейдем уже вот к финальной, все-таки еще разочек, Наталья, как вы бы советовали с точки зрения теории, да, вот, на что обязательно быстро и как, главное, обратить внимание, что нужно быстро проверить, ну или не быстро? Быстро, быстро не получится, нужно остановиться, успокоиться, сосредоточиться и разобрать рынок, на котором вы решили покупать недвижимость. Мы, в принципе, поговорили сегодня о главных точках, на которые нужно обращать внимание. То есть, во-первых, на особенности и тенденции самого рынка, ну, к примеру, чего много, что в дефиците, на что лучше сдается, на что больше спрос, на что меньше спрос. Во-вторых, если вы выбираете недвижимость под сдачу, конечно же, заходите и смотрите стоимость разной недвижимости, я имею в виду в плане аренды, да, что в аренде сдается дорого, что в аренде сдается подешевле в эконом-сегменте. Эконом-сегмент не приносит дохода, потому что уровень расходов, он остается высоким. В-третьих, естественно, на гарантии, которые вам могут предоставить сам проект, который вам предлагают. Гарантированный доход, я вам скажу, что мы действительно не можем сейчас определить количество людей, которые из-за этого купили, купили, ориентируясь на гарантированный или на расчетный, потому что перед владельцем всегда стоит право выбора, вы хотите это или хотите другое. Он всегда может переходить между одним и вторым. Но наличие такой гарантии для самого владельца – это огромный плюс, потому что мы не знаем, какая ситуация нас ждет завтра. Кто-то переживает за какие-то геополитические движения, которые происходят, да, кто-то видит риски сейчас в Грузии, кто-то там выборов даже ждет иногда, причем я сталкиваюсь с мнением, что кто-то там в Америке ждет выборов, чтобы принять решение о покупателе в Грузии и так далее. Вот для людей, которые видят какие-то риски, очень важно иметь какие-то гарантии. Мы эти гарантии даем. Я вам скажу больше не только это касается гарантированного дохода. Когда Владимир говорил о возможностях выхода, у нас есть вплоть до того, что страховки на случай, когда вам нужно срочно вытащить деньги из проекта. Ну, грубо говоря, вы купили, но какие-то личные обстоятельства вас вынуждают сейчас вытянуть срочно из этого проекта деньги. У вас нет времени ждать его перепродажи, ждать, пока он подорожает и так далее. На этот случай у нас предусмотрен обратный выкуп. То есть вы можете вернуть застройщику недвижимость, мы вам возвращаем деньги. Это тоже страховка ваших инвестиций, это тоже гарантии, которые привлекают в том числе инвесторов в наш проект. И остальные нюансы, я вам скажу, что когда вы даже покупаете инвестиционную недвижимость, мне кажется, она должна вам нравиться и переносить еще какое-то удовольствие. Если вы выбираете проект наш, вы получаете дополнительные бонусы в виде бесплатных путешествий, можете ними не пользоваться, вы будете зарабатывать. Ну, а вдруг вы захотите путешествовать и вы сэкономите большие деньги на этом путешествии, правильно? Поэтому в совокупности то, что мы сейчас проговорили, да, в совокупности это те факторы, на которые нужно обращать внимание. Простите, я еще один просто момент тогда хочу уточнить по доходности. Вы сказали, что я, ну там, любой инвестор, он получит доход не только в зависимости от того, как заполнялся конкретно его номер, а условно говоря, из общего котла. Но при этом за вычетом, безусловно, с определенным коэффициентом, если он жил сам какое-то время. Вы знаете, те расчеты доходности, которые вам сегодня показывали, они уже учтены, вот этот период, который выделен для вашего личного проживания или проживания ваших друзей или ваших родственников в этом гостиничном номере. Если в этом периодом вы не пользуетесь, или кто-то не пользуется из других инвесторов, он просто идет в общий котел, как дополнительное финансирование от сдачи в аренду. Окей. Ну и давайте, если я правильно понимаю, у нас еще есть несколько слайдов о том, как работать, как проверить вот этот момент, да, то есть какую информацию вы готовы предоставить и как выстроить с этой точки зрения работу. То есть что из того, что мы перечислили, вы готовы просто показать, вот оно так и так далее. Это, честно говоря, все. Да, я бы сказала, что все, просто то, о чем мы сегодня говорили, его нужно более детально рассматривать и обсуждать. Например, тот же расчет доходности. В общих чертах мы, конечно, сказали, но мы можем индивидуально с каждым, например, потенциальным покупателем, клиентом, кто хочет в этом разобраться, связаться и каждую цифру пройти индивидуально, вместе с ним проверить, например, или показать ему более детально, как это лучше проверить и так далее. Окей. Про туры мы вот в прошлый раз не говорили, но онлайн-тур это понятно, это так, это все равно с одной стороны новация такая, а с другой стороны, ну ладно, онлайн все равно мне с кресла вылезать не надо. По поводу оффлайн, у вас какая-то программа есть на этот счет или что это такое? Оффлайн, да, потому что, возможно, в том числе индивидуальные туры. То есть, если вы хотите приехать и на месте все это посмотреть, мы организуем вам эту поездку с билетами, с проживанием поможем и более того, если вы приобретаете юнит, гостиничный номер, вам еще могут компенсировать все затраты, которые вы понесли в связи с поездкой. Ну, по поводу договора внесения брони и оплаты, что сейчас с ней, как происходит оплата в Грузии или в Грузию, я тут думаю, что отдельный интерес есть, я просто знаю и у граждан России, и у граждан Украины, не так просто сейчас с оплатой в целом, как это происходит сейчас? Ну, в целом, Филипп, да, спасибо за вопрос. С переводом денежных средств, например, да, без России сейчас проблем нет, свифты еще из некоторых банков, они у нас работают, ну и всегда, естественно, есть криптовалюта, сейчас, наверное, половина клиентов даже больше переводят уже с помощью нее, поэтому никаких проблем нет, есть абсолютно разные кейсы с переводами просто, наверное, со всего мира, вот, так что клиентам нашим мы помогаем, находим какие-то даже лазейки иногда интересные, вот, поэтому можно из любой точки мира перевести нам. Ну, и тогда вот уникальные лоты, несколько слов о них, как раз в вебинаре они есть, буквально пара слов. Обязательно, потому что мы подготовили для участников данного вебинара несколько предложений, которые чуть-чуть отличаются, они интереснее, чем все наши стандартные, так сказать. Ну, во-первых, это, сразу скажу, это категория номеров стандарт, это проект Аква, и для участников вебинара они предоставляются по специальной цене, то есть если мы видим, что базовая у нас идет 229 тысяч долларов за категорию стандарт резиденции, то для участников у нас она сейчас по стоимости будет 205 тысяч долларов, то есть такая неплохая скидка, если вы обратитесь к нам в ближайшие несколько дней, ну, честно говоря, в течение недели. Вот, у нас всего, да, недели, у нас всего таких несколько резиденций, это лот номер один, категория стандарт на 14 этаже, естественно, это отельная резиденция с полной меблировкой, отделкой под стандарты Виндом Гранд, ну, и полной комплектацией для гостиничного управления. Вот, это лот номер один, и лот номер два, Филип, можно вас попросить, это тоже категория стандарт в проекте «Аква», ну, уже на 16 этаже, причем что с 14-го, что с 16-го этажа у нас там потрясающие открываются виды, вот, на Черное море, вот. А здесь же у нас тоже неуникальное предложение, базовая стоимость 223 тысячи, для участников 199. Понятно, что мы больше, наверное, все равно уделили внимание конкретному проекту, ну, в общем, это естественно на конкретном примере, но мне кажется, что и теоретическая часть вполне была интересная и понятная, что нужно проверять, на что обращать внимание. Спасибо, друзья, ждем вас на вебинарах «Приан», и спасибо в Грузии, надеюсь, тоже скоро встретимся. Договорились, спасибо всем. Спасибо огромное, до свидания. До свидания.